МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько лет назад лидер сварочного оборудования компания Кэмпи представила ролик, где сварщик выглядит как герой футуристического фильма. Насколько эти смелые фантазии далеки от настоящего? Могут ли подобные идеи стать реальностью в будущем? Возникает вопрос, готовы ли мы к тому, что нас ждет? Эта тема красной нитью прошла через все дискуссии семинара, который состоялся в рамках конкурса мастерства «Лучший сварщик». Ежегодная профессиональная комьюнити обсуждала сложные вопросы на площадке Центра подготовки кадров «Персонал». Мы пригласили ознакомить промышленное предприятие, оно вшелся в законодательстве, которое уже вышло в 2018 году, но все постоянно что-то совершенствуется. Вот новые стандарты выйдут, уже новый стандарт вышел сварщик, но теперь его будут подразделять. Из-за этого пришлось собрать людей, промышленные предприятия, которые присутствуют здесь, сервисная компания ОСК «Римпуть», присутствует прокат-монтаж, для того, чтобы люди, которые находятся на местах, это и батизники, и в том числе главные сварщики, задали вопросы Денису Михайловичу, первому спикеру, который вещает, это занимается в Совете по квалификациям состоит, чтобы он рассказал и осветил эти вопросы, изменения в стандартах, какие происходят. Ну вот этому всему посвящен семинар. Профессия сварщик всегда была сложной, популярной и передовой. И было все понятно с разрядами от первого до шестого. Чем выше, тем круче сварщик. Но технологии сварки усложнялись, а требования к профессии оставались прежними. Вот и пришло время меняться. Поменяли название профессии, убрали разряды, ввели уровни квалификации, появились профстандарты. Теперь мало получить диплом. Необходимо сдать экзамены, доказать, что можешь варить той или иной сваркой. Для работодателей этот вопрос до сих пор непростой. Какие сложности на местах происходят? Ну, после обучения сварщика, так как в связи с тем, что отменены разряды, теперь работодателю очень сложно определить, какую квалификацию она обладает, и что же делать с тарифным разрядом. Вот этот момент и обсуждается, как мы будем учить сварщиков в дальнейшем. И другие профессии, которые попали именно под это, когда в стандартах из ИТКС отменили разряды, а квалификация осталась, и теперь думают трудовое законодательство в том числе, каким образом мы будем это осуществлять. Овладеть самыми разными технологиями сварного дела можно на курсах повышения квалификации кадрового центра персонал. Но и кроме того, обязательно ежегодный конкурс название лучшего в своей профессии, тоже нашим магнитогорским сварщикам в помощь. Только в этой истории на кону лавры победителя уже среди коллег-профессионалов. Успешные участники конкурса, которые пройдут теоретическую часть и будут допущены практические части, получат сверстовую квалификацию. Профессиональные конкурсы среди представителей рабочих специальностей давно завоевали признание. Существуют даже негласные внутренние состязания тружеников подразделений, победителей которых делегируют на общие этапы соревнований. А потому все те, кто оказались на этой неделе в мастерских корпоративного центра подготовки кадров персонал, это лучшие и наиболее перспективные работники предприятий. В этом году их оказалось всего шесть. Такое количество конкурсантов случилось впервые. Но это не повод для отмены, решили организаторы. Конкурс сварщик КЦПК «Персонал» проводит при содействии ПАО МК практически ежегодно. Сегодня у нас конкурс проходит в новом формате. Мы теоретический, практический этап проводим в соответствии с процедурой оценки квалификации сварщиков третьего уровня. Чтобы получить квалификацию, нужно по-настоящему блеснуть на конкурсе во всех смыслах. Но задание чуть позже. Со сваркой шутки плохи. На нее не только нельзя смотреть. Огненными брызгами можно и обжечься. Именно поэтому конкурс начинается с инструктажа. В зале шесть конкурсантов, и каждый из них должен выполнить два технологических задания – быстро и качественно. Теоретическую часть нужно знать. Теория у сварщика – это как правая и левая рука. То есть знание теоретических аспектов нужно. То есть как подобрать сварочный ток, как подобрать сварочные материалы, режим на сварке. Все это необходимо знать каждому сварщику. Сварщикам постоянно приходится обновлять свои знания о сварочных аппаратах, металлах, их свойствах и, конечно, нормативных документах. Такая постоянная подготовка помогает в сложных ситуациях. А таких историй почти за 30 лет работы у Евгения Попова было немало. Я сюда вообще приехал на вахту. Я вообще был не местный. Я приехал со Средней Азии. И просто увидел, конечно, когда город. Я обалдел. Я в жизни столько трупов не видел, столько дыма. Такой гигант огромнейший. Это для меня серьезное потрясение было в то время, чем мне было 18 лет, пацану. Ну и потом как-то понравилось мне, втянулся. Работа, коллектив, люди добрые, хорошие. И зарплаты, естественно, тогда лихие, сами знаете, времена были. Много где тяжело жилось, где не платили, нам платили. Более-менее нормально. Выжили. Ну и так, и прирост к этому цеху. Здесь, как и в других профессиях, нельзя стать мастером своего дела за пару недель. Сложный аппарат, различные металлы и объекты, а еще работа, ориентированная не только на качество, но и на скорость. Профессионализм вырабатывается методом проб и ошибок, умением анализировать свои действия и признавать неправоту. Но если профессионализм приобретен, то он, конечно, открывает все дороги. Изначально я учился вообще варить газом. Тогда были еще пионеры, кто старый знает, там, скорби, там, это, пионеры они назывались. Сейчас такого уже, конечно, нет, сейчас всего в баллонах, ацетилен и прочее. Тогда другим способом ацетилен добывали. Ну, а потом я пошел в училище, профессионально отучился, получил там разряд и стал... Мне втянуло, конечно, сам процесс сварки, когда, ну, то есть сварщики, если, которые знают, они поймут, то есть плавление металла, что резко его, ну, это красиво, по-собственно, это интересно, когда из чего-то получается, допустим, две детали свариваешь, там, всякие разные моменты, разные толщины, ну, это очень много нюансов там. Нюансов в работе со сварочным аппаратом много, и все нужно знать и чувствовать. Сам аппарат похож на компьютер, вот только в нем один показатель влияет на другой, и нужно знать, как все меняется при минимальной перенастройке. Каждый шов – поиск золотой середины и идеальных комбинаций для достижения главного результата – качества. Когда-то что-то получается, что-то интересное, конечно, нравится, и гордость берет, и вообще, что какое-то достижение, куда-то растем, не на месте стоим. Сейчас, тем более, технологии на месте не стоят, сейчас очень много. С каждым разом же все меняется, как телефон, и через год выкидываем. В средние века процесс сварки был, с современной точки зрения, достаточно примитивен. Кузнецы накладывали одну раскаленную в горне металлическую деталь на другую и били по ним молотами до тех пор, пока они не скреплялись. Сегодня такая горновая технология называется термомеханической сваркой. Но современные историки промышленности начало сварочного дела относят к 1802 году. Тогда российский академик Василий Петров открыл эффект электрической дуги. Дальше история сварки тоже плотно связана с Россией. В 1882 году русский инженер Николай Бернадос изобрел и запатентовал электрическую сварку с применением угольных электродов. Свою технологию он назвал электрогефестом от имени греческого бога-кузнеца. Спустя шесть лет русский инженер Николай Славянов впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим электродом под слоем флюса, состоявшего из толченого стекла. В присутствии Государственной комиссии он сварил коленчатый вал паровой машины. Дело продолжили русские ученые Владимир Миткевич. 1905 год. Сварка переменным трехфазным током. Константин Хренов. 1932 год. Электросварка под водой. Евгений Патон. 1939 год. Сварка под флюсом. И даже первую сварку в космосе в 1969 году осуществили советские космонавты Георгий Шонин и Валерий Кубасов. Сварщик достаточно востребованной профессией на рынке труда. На сварке, можно сказать, все держится. Допустим, металлоконструкции, везде нужна сварка. Значение этой профессии трудно переоценить. Сейчас человечество живет в эпоху революционных технологий, зачастую основанных также на металлических конструкциях. Они применяются практически повсюду. В быту, в промышленности, в строительстве и во многих других областях, испытывающих в них нужду. Хорошие специалисты по сварке металлов на вес золота, потому что потребность в таких работниках не исчезнет никогда. Но очень часто бывает, что практики не всегда сильны в теории. Так случилось и у Евгения Попова. Вот я говорю, я в голове понимаю, а сформулировать не могу. В голове понимаю, как сделать могу, а сформулировать технологически, то есть вот сидел, думал, как правильно написать. Не знаю, там поймут, нет комиссии, что я там написал. Сварщик ЦРМО-9 общества УСК Андрей Скирпичников решая теоретические задачи, не спешил. Он уже 10 лет в профессии, и его решения в работе всегда взвешены. Мы обслуживаем все цеха на комбинате, варим и ремонт ромов производни, и варим и конвертера, и опорные кольца, и все, что есть. И на домах также участвуем в ремонтах, то есть везде. Самое главное качество, которым должен обладать тот, кто хочет стать сварщиком – терпение. Без него не будет и скрупулезности, и кропотливости в работе, не будет и ответственности. А это все важно в профессии сварщика. Не получится стать профессионалом и без желания работать и учиться. Конкурс – та самая возможность и себя показать и посмотреть на работы других. Нету, как сказать, предела профессионализма, что ли. Всегда что-то новое в твоей жизни появляется, чему-то учишься. Если раньше что-то ты говорил с трудом, то со временем уже это, кажется, проще, получается проще. Но я думаю, все равно, предела-то нет совершенства. Такие конкурсы, мне кажется, нужны, тем более дают возможность, скажем так, повышения, получения, что ли, разряда на работе. Сложные теоретические вопросы остались позади. Впереди – практика. И вот сварщики расходятся по кабинкам, настраивают оборудование. Звучит традиционное – ни пуха, ни пера. И по стенам полигона начинают танцевать в сполохе сварки. Жужжат электроды, стучат молотки. Мимо кабинок проходит член жюри – внештатный мастер производственного обучения Центра персонал Александр Шнайдмиллер. Задание выполняют сварщики. Идентичное для всех. Материалы, инструменты у всех идентичные. Чтобы не было никаких отличий друг от друга. Ну, это равноправие, равные условия для каждого участника. В местах соединения образуется сварочный шов. Его качество и служит мерилом работы сварщика, так как определяет прочность и долговечность деталей. А еще здесь есть такая категория, как «красиво». Задание состоит из двух этапов. Это значит собрать образец под названием кронштейн. Это труба к трубе, стыкуется, и пластина к трубе. И два стыка. Следующее задание – это значит второй этап. Завоить два стыка. Трубу в горизонтальном положении и трубу в пластине в потолочном положении. И третий этап – это будет резко сваркой. Помимо сварки, выполнения соединения, сварочными материалами можно производить резку металла. Это тоже будет как бы в задании показывать умение сварщика выполнять это действие. Оценку будет производить непосредственно специалист по оценке квалификации по параметрам, которые заложены в ГОСТах и нормах по сварочному соединению. Сварщик выходит на объект в любую погоду. И шов он должен сделать в любом, даже самом труднодоступном месте. Кстати, о швах. Эта тема достойна отдельного разговора. Опытные мастера, к которым, кстати, относятся члены конкурсной комиссии, по шву могут определить не только уровень мастерства сварщика, но и его характер. Хорошо ли хозяйка погладила рубашку, значит, нету морщин. Если сварщик хорошо заварил, есть у сварочного шва такие чешуйки. То есть чешуйки, они мелкие-мелкие-мелкие. Чем хуже сварщик варит, тем они более ярко выражены. Потом есть такой параметр, как ширина шва, высота шва, катет шва для углового соединения. Если это у него большие колебания в размерах, то больше, то меньше, то шире, то уже, то это показатель того, что плохой сварщик, некачественный. Вывернуть? Ну, вывернуть не получается шов. А вот производство радиографического контроля, ультразвукового контроля позволяет заглянуть вовнутрь. Почерк сварщика, то есть в соответствии с требованием, мы уже как бы упоминали сегодня, да, это, допустим, формы и геометрия размеров шва, чешуй, то есть равномерность шва, высота шва. Вот, и если эти все формы и размеры шва соответствуют, у сварщика свой почерк, красивый почерк. Ну, сварщик – это художник своего дела. Везение для нашей съемочной группы или характерная черта, но каждый из присутствующих на конкурсной площадке в этот день говорил о сварщике прежде всего как о творце. Сварщик – это художник, то есть он рисует электродами именно вот эти сварные соединения, ну, и еще он микрометаллург. Если металлурги варят в больших размерах и в гемкостях, да, а то сварщик микрометаллург, он варит микро, и это получается микрометаллургический процесс, и еще он, ну, как, возит, носит, таскает этот процесс за собой в пространственных положениях везде, ну, по кругу, на потолке, на стене, а микрометаллург-то варит только вот в емкости, в нижнем положении. В средней категории мастеру по силам сделать розу, а труд опытных виртуозов и вовсе ювелирный, ведь работать можно и в сфере искусств. Статуя родины матери в Волгограде – это, кроме прочего, 30 километров сварных швов. Эксперты-реставраторы одно время говорили, что монумент из-за особенностей грунта может рухнуть, но претензий к швам у специалистов нет. Птицу видно по полету, я как бы всегда говорил, как бы это по почерку сварки, по шву можно определить артипаж человека, как он подходит к этому делу, идентично, как он сделал, вообще, как выполняет последовательность его действий, вчитывается вот даже здесь технологическую карту. Это все определяет именно сварщик, как специалиста. Если ты действительно хороший сварщик, то к тебе относятся с уважением, к твоему мнению прислушиваются. Ну а второй момент не менее важный – профессионал востребован на рынке труда. Но в контексте всего вышеперечисленного странно звучит тот факт, что в сварщике сегодня молодые люди идут с большой неохотой. Очень разные тебя могут засунуть во все различные места. Да, последние, скажем, я работал, почти три года я работал на Столинском ГОКе, это в Белгородской области, и там горнообогатительный комбинат, который, можно сказать, часть у него приходит в упадок, в общем-то, и там везде пыль, загазованно все, очень вредно, и там в любое место тебя могут засунуть. Абсолютная вещь, можно сказать, от слесарного до монтажного абсолютно все. Также много доминые печи, конвертная цеха, прокатная цеха. Прополз я весь завод, можно сказать, на своем полпу. Да, работать приходится в любое время года, в самых разных положениях, и при этом делать все на совесть. Каждый знает, чем чревата его ошибка. Целостные сварюмые изделия, если это труба, то она должна быть заварена, соответственно, герметично. Ну, многое зависит. Кадровый голод в сварочной отрасли стоит очень остро, и именно такие конкурсы работают на имидж-профессии. Ведь у этой специальности действительно большое будущее. Уже сегодня некоторые сварщики работают на станках с числовым программным управлением. Они владеют навыками программирования, должны знать методы соединения материалов, чувствовать эти материалы, то есть знать физику, химическую структуру металла, читать и трактовать чертежи, разбираться во всех режимах сварки и уметь управлять ими. Так что всегда есть куда расти. Сейчас, на мой взгляд, появляется очень большая линейка сварочного оборудования. На мой взгляд, что сварочное оборудование позволяет уменьшать квалификацию сварщика, то есть настройки сварочного оборудования, сварочные материалы. Раньше этого не было. Ну, скажем так, Жигули ранее были, да, и сейчас Мерседес. С заданиями справились все участники, но порог категорийности смог пройти лишь один – Андрей Скирпичников. Он и стал победителем конкурса «Мастерства. Лучший сварщик» 2022 года. Приятный бонус для лидера – денежный приз – 10 тысяч рублей. Все равно, конечно. И пусть в этом профессиональном состязании было всего лишь шесть участников. За работой сварщика будущее, а значит, и у конкурсной истории есть продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok